Освоение космического пространства, космические технологии Чрезвычайно важны для любой страны, а уж тем более для нашей Которая имеет в этой сфере значительные, может быть даже уникальные компетенции Россия заселит Луну аватарами Вот это поворот! Его нарядили в самый обычный военный камуфляж И только вблизи голова до блестящей конечности выдают робота А точнее, человекообразного робота-аватара Его оператор сидит в соседней комнате Он просто делает движения в воздухе А робот стреляет из пистолета, поразил пять мишеней И ездит по полигону на квадроцикле Стараемся побольше делать В сфере развития высоких технологий Информационных технологий и так далее У нас стратегия принята Развитие цифрового общества План, развитие цифровой экономики Наша страна не отказалась от идеи строительства на спутнике Постоянной базы И в этом направлении ведутся работы Заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин Речь идет именно о создании долгосрочной базы Естественно, не обитаемой, а посещаемой Но в основном это переход на роботизированные системы На аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны Робот будет сконструирован так, чтобы в точности повторять все движения оператора Даже находящегося в 400 тысячах километров от него Установка оборудования, сбор образцов реголита Лабораторные исследования, ремонтные работы В идеале все это люди смогут делать Не покидая не то, что планеты А даже собственного рабочего места Мы восстановим свое реноме в качестве главного ямщика космического Президента провели мимо ракеты космических кораблей И когда стало понятно, что к разговору о далеких планетах он готов Просили, далеко ли нам до Луны Владимир Владимирович, судя по Вашим словам, мы полетим на Луну, верно? Да, но Вы знаете, что программа рассчитана до 2030 года Ну, первая вот заключение часть Так что вот уже заканчивается работа над созданием корабля Федерация И началась работа по сверхтяжелой ракете Которая должна быть использована для работы по Луне Так что здесь сомнений нет Будем активно работать Будем эту программу осуществлять Это вопрос имиджа космической сверхдержавы К Марсу, кстати, тоже полетим Есть соответствующая программа Мы же не можем, как Илон Маск, возвращать нашу ракету Почему? Потому что они стартуют с Канаверал И подгоняют морскую платформу в ту точку, где должна свечкой сесть первая ступень Мы-то где будем сажать ее? В Якутии, что ли? Очередное творение жителя якутского села Уолба Михаила Бапосова Материал для лепки не совсем обычный Это навоз В Якутии развалилась монументальная статуя, возведенная в честь 2017 года Петух из навоза не выдержал потепления Ждун из фекалии По словам скульптора, на создание навозного ждуна у него ушло почти две недели Скульптор несколько лет подряд лепит навозные скульптуры под Новый год В этом году он удивился отечественников огромным петухом Что касается Луны, мы в 2019 году собираемся отправить станцию Луна-25 К Марсу, кстати, тоже полетим, есть соответствующая программа Если вы меня спросите, мечтал бы я полететь в космос? Да конечно, с детства мечтал Но полечу ли я когда-нибудь в космос? Конечно нет У нас есть хорошие программы, связанные с освоением дальнего космоса Вот к 2022 году мы должны провести первое испытание сверхтяжелой ракеты А к 2022 году должны быть пуски в беспилотном режиме А к 2024 уже пилотируемые аппараты должны использоваться В общем и целом у нас большие, очень амбициозные планы в развитии космической сферы Можем ли мы, допустим, взять и прекратить? Можем Вопрос только в том, что всегда надо взвешивать плюсы и минусы И понимать, где чистая политика, которая может привести даже к стрельбе себе в ногу А где на самом деле экономический прагматизм? Я вижу себя человеком полезным для своей Родины Субтитры создавал DimaTorzok